home depot хотим посмотреть косилку что еще там интересно есть не знаю для меня смотрим по три сотни такие вот 350 чем они отличаются не знаю это вот такая триста чуть-чуть да они наверно отличаются что здесь нет вот такой корзины как здесь поэтому корзина потому что это такое черное а так они одинаковые мне кажется есть разные 380 тоже вот с корзины помягче все одинаковое 400 500 550 и на них не показываю что их показывают реально для меня все одинаковые зашли внутрь растения кактусы суккуленции так какая прелесть все 7 долларов зачем он меня сюда привел зачем он это сделал я же просто люблю такие вот такие люблю тоже по 7 долларов боже мой какая прелесть а вот там все куча всяких вазонов горшков больших маленьких обычные кактусы и они не очень-то и обычно вот в основном 7 долларов посмотрели сколько вот эти 124 которые нам дали от коммунального предприятия бесплатно до пользования ну как бесплатно мы же платим за вывоз мусора уличные всякие так стульчики деревья хорошо сколько здесь фруктовые какие-нибудь что это за деревья у нас это не фруктовые ок это же дуб дуб продается дуб цен нету так иду на что-то цветущие 19 долларов вот такой вазон так что это у нас скажите мне 25 долларов сколько здесь штук много а вот вот такой вот если видно как я двигаю такое количество за 25 что еще 14 долларов бегон а бегония господи бегония это все же бегонии до бегонии пахнут кстати меня завели сказали все пошли быстрее отсюда нужно покупать газонокосилки а у нас если перевели сейчас беларусью разница 8 часов и то есть уже получается пять часов мы как бы после вчерашней поездки хьюстон мы вообще не отдохнули легли половине второго как-то проснулись что-то день какой-то короткий потому что из-за перевода часов так это что пищу персики персики сколько деревце стоит а где цена а вот цена 33 37 вот это в зависимости наверное насколько она большое а я вот это же скажите как она называется нет тоже персиком цветет просто а это тоже персики персики он 36 убили должен не купить но на же забора нету вдруг его кто-то сгрызет надо забор возможно мы я так думаю что до деревьев очередь дойдет только в следующей весной не знаю мы будет ждать сейчас я не могу отсюда эти 20 долларов вот это как называется какие-то гладиолусы да или что это так в 13 долларов такие что тут за деревья что за деревья фигку это фига это вот эти мои инжир 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 сколько стоит что мы сушеного инжира купили в кустка так нету цены на инжир на что нету тут цены да вот какой-то вот 78 это лимоны да да лимонное дерево 78 долларов это что какая-то пустой стебель это али у них нет оливки что это оливки да оливки тоже цены нету на оливки здесь вот это все оливковые деревья цены нет 23 доллара 23 да гордыния гордыния что такое гордыния цветах я конечно да какое кто в апельсинах так 23 ну это что-то красивенькое джабилейшн гордыния перед гордыния 23 доллара ну вот на этом показано такие цветочки красивые да это мне нравится вот что-то красивые 13 долларов японская что-то что-то японская красивенькая у меня же что-то такое похоже растет они же посадили да окей вот такие вот мне ножнички не сказали не признались сколько стоит я пока цветы смотрела не знаю что тут вот у нас еще интересное есть мелочевки мне бы вот надо швабра только я знаю какая у меня до швабра но по-моему я видел их волмарт каком не помню надо будет посмотреть так всякий клей так что это не клей не знаю музыка опять гремит опять надо разговаривать чтобы музыка хочу посмотреть где он эти ножницы взял сколько они стоят но неважно так для общего как бы познания этого мира я бы хотела знать цену этих ножниц так что тут эти орхидеи 23 а где-то мы покупали 2 дамы покупали 2 за 20 каком магазине когда дарили а тут ведь 1 23 то есть тоже уже надо знать что где дешевле папоротники эти тут вообще в мелочевку прошу пришло уже всяких трапочек на покупалась для кухни и вот этих вот щеточек и всего что нужно нам ничего из мелочи не нужно стиральные порошки есть все все есть все для обработки такие вот щетки что это за 26 клэк клин супер плаш макрофайбр как щетка как вот еще ну как называется да щетка и потом одевается две насадки а вот получается одна насадка да и вторая где как щетка а сколько не 26 она мне это щетка я не подметаю меня есть но я только на улице и пользуюсь здесь вот просто вот такие насадки по 9 долларов с микрофибры да вот это интересная конечно идея так ну здесь нет таких нету швабр как я хочу он до walmart посмотреть это хоум типа из такой вот купили казано косилку для ну и сейчас будем все рассчитывается сколько она она по-моему 200-300 это стриха андритов 3 в 50 моби 3 фифти 3 фифти видите ножницы на такие огромные на на этой коробке и удобрение для травы чтобы она очень хорошо росла нет но для того чтобы там у нас есть лысые участки когда не лазили дзорн а удобрение на 25 долларов стоит и там в общем он создет и съехала от дождя когда были сильные ливни трава лысая там места лысые на углу там особенно с одной стороны общилась земля 20 ножницы эти 20 и это удобрение 20 и это 350 газонокосилка ну газонокосилка 350 мексиканский ресторанчик приехали которые в нашем бритв ну наша деревня вот на улице решили сесть что-то они нам не принесли еще наши чипсики с соусами решила сегодня вот брокколи достала пакетик вообще удивилась мы покупали большой пакет брокколи я открыла его а в нем оказалось 4 маленьких вот 4 вот таких вот так вот я выложила вот объемом вот такими да просто не показала и хочу потом запечь в духовке здесь обжариваю лучок ой не лучок морковка с фарша до лучок морковка фаршик фарш говяжий а вот хочу потом вот до готовности практически довести и переложить сюда сверху и потом за 10 минут до готовности сыром ну вот я думаю что уже обжарилась я туда добавила сухой сухой чеснок нет я не добавляла сухой чеснок придумываю в общем здесь лук морковка говяжий фарш и специи все вытяжка шумит но получилось вот так вот брокколи засыпала вот такой пережаренной смесью сейчас отправлю ну насколько минуточек на 10-15 в духовку чтобы дозрела брокколи поставила вот на режим 350 я думаю это соответствует 170 наверное цельсию 350 фаренгейт потом вот натерла сыр а сыр это у меня был хаварти только он был не слайсами которые мы покупали раньше а в сам складе он такими кусками вот потом посыплю сыром в конце вы знаете мы это запеканка из брокколи готовилась 40 минут она не была готова через как я думала 15-20 видимо нужно было предварительно брокколи отварить а я сыр и положила поэтому вот и сыр уже растопился ну вот так вот красиво получилось надеюсь что вкусно сейчас вот муж уже на подходе пускай пока побудет там общем 40 минут я готова всем приятного аппетита кто кушает еще не попробовала но сейчас попробую нормально всего достаточно я боялась что может быть соли маловато нормально вот сама уже кушаю потому что мужа не дождалась хочу попробовать пока она теплая муж еще только через 15 минут будет но он не любит есть горячее а мне вот хочется такое с полу с жаром соль для ванной искали я я бы не догадалась что вот здесь она стоит и вот так выглядит таких упаковках да ну вот есть и с черникой и тут какой-то набор разный наверное надо взять или лимон или апельсин она с одинаковая 585 587 емкость для нужно нам емкость короче вот для заправки нашего газонокосителя вот по 25 долларов большие по 20 до 19 с половиной разные размеры что еще тут посмотреть пока я здесь стою я не понимаю что это такое но вот что-то показываю какие-то шарики по 40 по 39 долларов по 27 долларов так это гаечные ключи какие-то да эти штуки для авто до контейнер за 40 долларов для инструментов тут различные тряпочки для авто вот по 10 долларов такие мягонькие хорошенькие до махровые разные перчатки 10 долларов еще что так музыка то орет и я вынуждена так вот громко-громко говорить по 10 долларов от набор таких тряпочек у так нормальный такой да вот потом разные тоже все по 10 в общем по 6 по 10 а мне надо в этом волнуйте посмотреть швабру это наш маленький волнуйте наши двое велосипеды 88 98 138 78 разные я решил вот не кратится сколько два месяца уже не крашусь и мне нужно оттеночная такой седой оттенок краска но дома у меня осталась упаковка приблизительно такая но она совсем другого формата такая узенькая коробка даже не помню бренд но если я здесь увидела я бы узнала но здесь его нету надо посмотреть наверно доллар дженни его там не покупали а просто как оттеночный то есть я не буду краситься просто вот пускай корни отрастают и будет оттеночный такой седой немножко седоватые 10 минут держу вот получается седоватый оттенок и все мне нужно освежитель для помещения и вот я была что-то нашла похожее но я знаю именно что мне нужно а там вот немножко другое название и тут же не понюхаешь его не попшикаешь ну как говорится все то что не нравится можно использовать в туалете сейчас вот посмотрю вот такое где-то где-то вот не знаю но это немножко не то что я хотела это я понюхала сняла крышку понюхала и аромат не тот и не так и сись консистенция хотела другое но опять же когда я попаду в какие росы тюджи максы чтобы там найти это что-нибудь вот такие вот телевизоры раку за 428 75 до 70 70 диагональ вот этот вот раку говорят что вот это все входит да здесь вот нетфликс да диснея это forever time free forever time or for one year no she said it was free i don't know kayla said it was free kayla said it was free i believe her if she has this tv 428 вот за 60 диагональ 70 то есть 70 диагональ вот это интересно раку да или можно вот купить 65 диагональ за 300 долларов супер и кейла says all that is free ракуфенов питчат году нетфликс для меня это конечно нетфликс диснеид парам ну в общем понятно это смазал цинк взяла себе только дозировку не помню по-моему взяла 50 это очень мало lg 560 ну я не знаю я хотела на самсунг я хотела самсунг но там 600 это какой диагональ 75 очень большой нам или 65 или 70 швабры смотрела 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 но вот которые приблизительно вот я хочу за 25 они и там какая-то ёмкость чтобы она поливалась водой до сразу как бы ну короче ерунда какая-то или вот такой вот я вот такую прямую хочу у меня вот такого типа до швабра но тут не такое качество в этой прямой что ну как объяснить короче такая но не такая нужна будем продолжать поиски соусы соусы перед до печенюхи просто так и здесь мы сегодня понедельник забежали опять немножко там в доллар три там доллар три не снимала там я сняла уже упаковочку доллар двадцать пять за вот столько вот этих мочалочек да потом вот это вот две доллар двадцать пять они были тоже вместе то я снял упаковочку потом решила таких вот три стаканчик с крышечками да три стаканчика ну тоже уже использовали короче доллар двадцать пять за три да потом вот это каждая банка такая доллар двадцать пять мне надо под сыпучие под я вообще не знаю что там такое дешевые эти банки общий супер не какая разница да какие у меня там вот банки будут стоять вот в той кладовке да их там никто не видит только я вот под сахар надо под коричневый под гречку нет у меня и потом еще вот я нашла алюминиевую эту фольгу доллар три и эту самую как она называется пергаментная бумага потом еще мы забежали в маркет баскет бейкинг сода ну как обычная сода и к ней уксус это да уксус здесь или пяти или четырехпроцентные взяла пяти и вот это бейкинг паудер это уже понимаю что разрыхлитель да вот этот вот это уже готовый разрыхлитель ну ты попробовал да потом волмар там нужно было мужу купить емкость для газонокосилки там еще потом вот сделаю обзор газонокосилки за 350 долларов купили вчера значит волмарте вот взяли соль для ванны потому что у меня две ванны и нету соли полежат даже не на понимаю что полежать можно в чем угодно в пене хочу вот полежать в этом да вот взяла такую 5 с копейками на стоит и вот этот вот все время спирт берет муж он для всех ран вот где-то поцарапался где-то поранился то есть я люблю йод здесь идет вот да сейчас даже покажу больших таких бутылках но вот спирт вот этот вообще он 90 сколько процентный девяносто шести что ли может такое быть но в общем а здесь же написано господи вот читать то надо воле учиться девяносто один процентный да из-за пропиловый алкогол спирт в общем не для питья для обработки ран а вот потом там кремик это таким и обычно мы оба пользуемся он без запаха мне очень нравится я не люблю никакие отдушки мне очень сложно подобрать крема в беларуси я пользовалась я знала какие покупала здесь мне очень было сложно я даже оттуда привезла по-моему два крема их уже использовала сколько прошло время 4 месяца как я вернулась из беларуси да вот потом себе взяла вот этот цинк но не помню дозировку 50 миллиграмм надо смотреть в интернете а наверное я маленькую взяла 5 с копейками вроде бы тоже так здесь все да вот так вот небольшие такие вот необходимые покупочки и я хочу что я хотела показать то а йод лекарства я сложила сюда тут вот мои в контейнере лекарства это у нас монеты ой блин так тут еще витамины но я в основном то их разложиваю в контейнер витамины а здесь просто хранилище да так эти вот что я пила вот своего желудка когда у меня испортился желудок эти вот пластыри вообще их не оторвешь и блин и водой даже у меня запасы капель в нос потому что без капель в нос не не никуда вот четыре что я вообще хотела показать а йо-моё йод вообще в другом месте он без рома в этой ванной а там сейчас муж моется ну вот эти значит покажу еще пока ну что показывать йод и йод он обычный йод просто я хотела показать какая емкость там бутылка как вот это да не так как беларуси вот такие маленькие бутылочки и беларуси йод как бы выветривается да если его вечером намажешь утром уже всего утром уже нет никакого запаха а здесь намазал и можешь тут же помыть и уже нету никакого не запаха в смысле цвета на коже нашу газонокосилка посмотрим что тут что-то что-то так это вот емкость для сбора травы которые сзади крепится да такая вот косилочка так вот все вытащили из коробки посмотрим как она работает